Итак, друзья, сегодня я хочу вам показать, в моем улике должно быть две матки через разделительную решетку. Как это произошло, сейчас расскажу. Называется тихая смена матки. Что такое тихая смена матки? Это когда пчелы заметили, сами меняют матку. Это не пчеловод меняет. Они сами меняют матку, потому что они заметили в матке какой-то недостаток. Они лучше знают, чем пчеловод. Пчеловод смотрит, она хорошо сеет, все нормально. Это не пчеловод заменяет. Если бы я сюда не заглянул, то пчелы бы убили эту старую матку, или когда новая оплодотворяется, или когда... Но вовремя заглянувши, я могу забрать эту матку. Сейчас временно она стоит здесь, поэтому называется тихая смена матки. Это не я меняю, это не свищевые маточники. Они делают специальную мисочку, загоняют туда матку, она кладет специальное яичко, они все гуртом в этот маточник кормят. Ну, делают один, два, три свищевых. Не свищевых, а тихая смена. Специальная мисочка. Она висит вот так бывает. Очень красивый маточник висит. И это специально они делают. Это не пчеловод делает. И я просто временно отставил матку на второй этаж. Но я мог бы эту матку сейчас же забрать и сделать отводок. Ну, просто мне сейчас нет надобности. Она у меня стоит как запасная. Почему стоит как запасная? Потому что пчелы в этот момент имеют свойство, закон пчелины, не убивать матку. Тем более, когда она разделена, разделительная решетка, такие запасные матки, они могут храниться у вас месяцами. Могут и на втором месте сеять, и на первом сеять. Это дочка и мама, они вместе работают, никаких проблем. И пчелы знают, что эта дочка, которая вывелась, они вывели ее на замену. Они эту молодую матку, когда она оплодотворится, они будут ее лилеть, кахать, жалеть. Но и маму не будут обижать. Но бывает, что когда они встретятся на одном этаже, почему я сделал разделительную решетку, они убивают друг друга. Точнее, пчелы помогают убить старую матку, потому что они вывели новую, и новая имеет преимущество и качество. Какое достоинство старой матки? Я уже говорил, что достоинство этой старой матки, ее можно подсадить в любой улик, потому что старую матку принимают оплодотворенную в любую семью, где пропала матка. И она у нас в запасе. Случайно где-то вы работали, придавили, матку, смотрите, семья оказалась без матки, плачут, вы ее достали, посадили ее в клеточку и поставили туда. Или, зная время, можете напрямую посадить, я уже показывал. Итак, друзья, тихая смена матки производят пчелы, но не человек. Пчелы произвели, человек может только вмешаться, забрать эту матку, или оставить ее на втором этаже, как запасную. Мы могли бы ее сейчас забрать, и все, и тихая смена матки произошла, как говорится. И это производят пчелы сами. Это не человек. Смену маток может производить человек. Она не называется тихая смена матки. Когда человек забрал матку, и пчелы заложили свищевые маточники. Это не тихо, это совершенно другой вариант. Также могут производить роевые пчелы смену матки. Это называется тоже не свищевые, а роевые маточники. А здесь были специально заложенные на тихую смену, специальные, типа роевых. Я расскажу предварительно, а потом покажу. Значит, открываю этот улик, смотрю, матка бегает, старенькая. Я ее рамочку дальше смотрю. Другая матка бегает, молоденькая. Я тогда вытягиваю эту рамочку с молоденькой стороны отставил, ищу старенькую, точно есть старенькая. Прекрасно. Старенькая она покрупнее, а молоденькая она поменьше, и она шустренькая, бегает быстро. Смотрю, точно маточник есть. Вышла матка. В чем дело? Оказывается, пчелы заподозрили какой-то недостаток в старой матке. И они решили сделать тихую смену матки. Это называется тихая смена матки. В улике оказалось в одном гнезде, в одно время при тихой смене матки находятся две матки. Молодая и старая. Они не убивают. Одна бегает на одной стороне. Даже бывает так, что вторая молодая оплодотворится, прилетает, спарилась, начинает класть яйца. И одна кладет с одной стороны, другая кладет с другой стороны. Итак, что делаю я? Я быстренько приподнял рамочку, та, которая с маткой, и переставил во второй корпус. Между ними поставил разделительную решетку. Рамочку поставил сюда расплодом. Сейчас я покажу. Здесь должна бегать старая матка, на низу должна бегать молодая матка. Если нам удастся их увидеть, вы увидите. А сейчас попробуем посмотреть внутри. Итак, будьте внимательны. Будем смотреть. Это можно односкорее нам потом сделать. Вот это вот. Итак, снимаем второй этаж, ставим его отдельно, и будем смотреть, есть ли тут матка старая. Сохранилась ли. Потом будем смотреть первый этаж. Вот здесь, в краешку, должна быть у меня матка. Потому что я ее поставил с расплодом и с медом. Временно убираем в сторону. Немножко поднимем, чтобы они почувствовали, что хозяин пришел. И, может быть, схватили бы метку. Когда они схватят метку, не так сильно кусаются в нос. А то уже одна меня сегодня так грызанула в нос, что аж засвербила. Ну, бывает так хорошо. Это вот ващинка, они еще не тянули ее. То мы ее временно отставим, чтобы она нам не мешала. Остальные будем смотреть сейчас. Это была семья не сильная. Поэтому отводок был у меня. Но по каким-то причинам вывелась молодая матка, потом оплодотворилась. И она оказалась... Ну, вот она маточка бегает, старая. Вот она. Видишь? Вот она, старая маточка бегает. Побежала. Ты снял? Угу. Еще раз покажу, где она убежала, в ту сторону. Да, тишина сбежала. Да, тишина сбежала. А, вот она, вот она. Вот она, вверху. Вот она, старая маточка, вот она бегает. Видите, да? Это старая маточка. Как ты знаешь, что она старая? А потому что я вижу, яички тут лежат. Вот она сбоку насеяла. Очень много яичек тут насеяно. Вот. Это я пустую рамочку подставлял. И она насеяла яичек. Потому что она плодная. А сверху у нее есть... Она сеет неплохо, между прочим. Мне понравилось. Ну, а вот посмотрим, это засев ее. Мы снизу подняли наверх. Посмотрите, засев. Вот, видите? Но пчелы посчитали, что засев ненормальный. Потому что много, видите, дырочек по бокам. Ну, тут трудно определить, потому что пчела уже выходит молодая. Вот вылазит пчелка молоденькая. Посмотрите, вот видите, она вылазит. Вот она. А вот вылезла. А вот только нос там ковыряется. Вот. И вот она вылезла, молоденькая пчелка. Итак, пчелы наверху, молоденькие. Вот. И вот расплод червячки внутри, если можно приблизить. Вот они, вот червячки. Вот. Туговато, конечно, но можно приблизить. Вот. Видите белые червячки? И вот червячки. Вот они вот тут вот. Итак, матка здесь есть, как вы видели. Это расплод, а та подзасел. Вот. А это медовая стоит. Медовая, расплод, и рамочка подзасел. На втором этаже они прекрасно себя чувствуют. Значит, что? Это она у нас про запас. Куда надо отставить, пожалуйста, мы ее сделаем. Как говорится, на первых порах она нас выручит. Семья будет продолжать работать. Если даже она будет плохо сеять, мы можем накрыть клеточкой капсом. Пожалуйста, я показывал, сейчас еще покажу. Даже если она нам не нравится, она даст хороший климат, семья не будет чувствовать себя сиротой, накрыть вот этой клеточкой. Пчелы будут кормить ее, и все нормально. Или этой клеточкой. Все равно будут пчелы кормить через эту клеточку. Итак, смотрим следующий. Первый этаж. Открываем решеточку. Струсиваем. Немножко дымнем. Это пчелы на первом этаже. Семья занимала около 10 рамок. Сейчас жара, они разлезлися. Кто-то в полете за водичкой, кто-то за нектарчиком. Ну, в общем, работают. Вот. А сейчас мы вытащим одну рамочку, чтобы нам можно было перемещать. Это пластиковая рамочка. Вот. Они более долговечны, но они имеют свои достоинства и недостатки. Пластиковые рамочки. А именно. Пчелы почему-то их хуже тянут, когда нету взятка. и, как говорится, это старая сота. Вот тут немножко меда старого. Она наполовину трутневая. Это вот трутни. Мы ее на всякий случай держим для вывода трутней, как говорится. Чтобы в семье всегда были трутни, для хорошей семьи мы ее подставляем и выводятся трутни. 75% качества матки зависит от трутня. Злятся. Тут ничего нету. Сейчас посмотрим дальше, где в них там расплодик. Сейчас мы немножко дымнем. Особенно сейчас они уйдут. Может нам удастся увидеть эту матку. Это рамочка с медом. Их не запас. Опускаем. Смотрим дальше. Может где-то возле расплода она бегает. Подвинем дальше. Глянем. Вот тут где-то она могла бегать возле расплода. Немножко побрызгаем. Жарко. Они что-то не любят. Температура у них нормальная. А мы жаруем сразу вносим. Тоже им что-то не нравится. Говорят, это самое сильно жарко. А вы тут лазите. Вот расплодик. Посмотрите, как села матка. Нормальный засел, ровненький был. Вот. Ну что-то она им не понравилась. Это вот она маточка. Вот она. Вот она вторая маточка молоденькая. Вот она. Видно, да? Всем? Молоденькая вывелась. Вот она побежала. Не будем дальше ее мучить. Поставим внутрь. Итак. В семье у меня две матки. Одна матка на первом этаже. Я ее оставил, чтобы они не встретились, не убили друг друга. Вторая продолжает сеять на втором этаже. Что мы делаем сейчас? Смещаем, конечно. Пусть она еще дней... Это я на днях смотрел. Ей еще дней пять надо. И она облетается и начнет класть я. Все. И поэтому у меня всегда в запасе на втором этаже матка есть. Куда ее можно поставить? В любое время. Подсунуть. или в клеточку посадить. Итак. Закрываем. Разделительная решетка у меня пластиковая. Работает. Никаких проблем. Вторую матку ставим наверх. Тоже работает. Итак. Две матки в одной семье. Пожалуйста. Вот они. Друг друга не убивают. живые. Открывал приваз. Закрываю приваз. Ничего не выкидаем. Итак. Константирую факты. Тихая смена матки. Название этого видео. При тихой смене не всегда, но зачастую бывает, что молодая матка не убивает старую. Ваша задача сохранить старую матку. Для чего? Она может где-то вы ее поставите. Семья опять может заложить тихую смену. Матки, которые выведены при тихой смене, считаются более качественнее даже роевых. То есть не хуже роевых, а более качественнее, лучше. Поэтому и ну это бывает не всегда, но зачастую 90% это бывает так, как говорится. Итак, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, мы покажем еще и еще очень много интересных видео. До встречи! Снизу есть страничка, куда вы можете кликнуть. Если вам надо будет выписать капсы, накрыть маточку, у вас должна всегда при улике быть такая клеточка. В случае чего вывелась матка, вы ее накрыли или отставили в сторону. То есть она у вас всегда при месте. Надо вам ее продать, вы ее накрыли. Пришел покупатель, вы достаете рамку, маточка, вот бегать не надо, искать по всему улику. Вы достали, матку взяли, продали. Или вам нужна матка для отводка. Она у вас накрыта, лишняя, запасная, сидит здесь, пожалуйста, можно здесь накрыть ее. Нет проблем. Оно работает очень удачно и хорошо. Это для тех, которые через разделительную решетку работать хорошо. Пчелы кормят, пролаживают 4 мм. А на другая клеточка это для более сохранения молодых маток. Мне нравится вот это, что пчелы не могут лишнее пролезть, а те, которые внутри, они обязаны кормить ту матку, которая сидит молодая. Даже если несколько маточников накрыто, несколько маток вышло, они будут кормить их, потому что у них такой закон круглая порука. Кормить тех, кто попал в беду. Итак, удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите страничку, можете купить и такие, если вам понравится. Это для тех, кто не занимается матковыводством, то есть тех, кто занимается пчелами, и у них случайно образовалась как у меня тихая смена матки или маточники вышли. Итак, удачи, до встречи, до следующего видео. Пока!